Напомним, в июле 2018 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции в ходе обыска квартиры рудничанина Самата Наурузова под ванной нашли ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-22, а в спальне два патрона. Кроме хранения оружия, он обвиняется в вымогательстве денег от предпринимателя Дмитрия Быструшкина и его делового партнера Олега Саламатова на сумму 39 миллионов тенге. Дмитрий Быструшкин рассказывал в интервью нашей телекомпании о том, как 18 июля 2018 года, к нему в офис ворвались несколько человек. Те же показания были им озвучены в суде. Описание встречи всегда занимало не один десяток минут, но гособвинитель в своей речи описал события более сжато. Прокурор считает, вину Наурузова доказанное и просит назначить ему в совокупности 10 лет лишения свободы. Адвокат потерпевших Татьяна Антонова в своей речи решила заострить внимание на личности подсудимого и мотивах его преступления. Мы узнали, что за Наурузовым Саламатом в городе Рудном закреплена слава жестокого, безбашенного, бывшего сотрудника правоохранительных органов, который позволял себе совершать противоправные поступки, не считаясь ни с нением общественности, ни с законом. Защита в суде пыталась представить образ подсудимого, как заядлого и бескорыстного борца с бездействием органом власти. Однако, заметил адвокат, ни один из благодарных Наурузову граждан в суде не появился, чтобы подтвердить реальность его добрых дел. Вспомнила Антонова и о том, что защита подсудимого называла потерпевших по этому делу людьми с криминальным прошлым. Как это должно было оправдать его противоправные действия по отношению к ним? То есть, если они, мягко говоря, плохие, то, соответственно, должны были платить Наурузову за что? За проживание на территории его этнической страны и города, за то, что дышат с ним одним воздухом. Именно это звучало в его требованиях в офисе Буструшкина. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально строгое наказание, предусмотренное законом за совершение вменяемых ему в вину преступлений. На протяжении 10 месяцев из средств массовой информации, из уст государственного обвинения, словно потоки воды с неименоверной высоты на камень сознания, льется и льется поток необоснованного обвинения на моего подзащитного. Для того, чтобы тем самым воздействовать на внутренние убеждения суда, надежды на вынесение неправосудного обвинительного приговора. Речь адвоката подсудимого затянулась больше, чем на час. Он заявил, что к показаниям потерпевших нужно отнестись критически. Буструшкин сам пригласил Ново-Рузова в свой офис. Там его подзащитный требовал возврата долга. Требуемая им сумма была в разы меньше. Этим он совершил самоуправство преступления средней степени тяжести. Аудиофайлы, признанные вещественными доказательствами, имеют признаки редактирования. Гранатомет Ново-Рузову подбросили сотрудники УБОП. Свидетели давали ложные показания. Буструшкин Ново-Рузова ложно обвинил и незаконно распространил материалы дела. Подсудимый поддержал своего защитника во всем. Он также подготовил объемную речь, однако не успел ее закончить до отведенного на обед времени.